Вот видите, как интересно получается. Магнитогорцы, ну самая разумная часть он их, предпочитают приобретать вещи не в крупных магазинах. Дано и понятно, мы учимся покупать только то, что нам нужно, и только там, где подешевле. И улица Вокзальная это самое дешевое место. И для автомобилистов в том числе. Для того, чтобы вступить в борьбу в сегменте 1000 рублей, что для этого надо? Для этого надо очень сильно любить магнитогорцев и за свою репутацию бороться. Также для этого надо отказаться от региональных дилеров, от услуг региональных дилеров. И поехать просто в Москву, там договориться. И в результате можно держать цены ниже 1000 рублей за 400-вую канистру. Конечно, то, что сейчас творится с долларом, неприятно. Потому что девальвация вот эта. Хотя, что в этом неприятно, если заработает металлургия, если заработает производство, если мы начнем продавать наш товар. Естественно, в отдельные торгаши цены взвинтят. Ну, типа, как же. Все же в долларах стоит и упаковка, и масло. А тут маленькое но. Дело в том, что нефть тоже дешевеет. Поэтому, если вам кто-то вдувает цены, поднимает их, то возвращайтесь в Вираж. Вы его хорошо знаете и помните. И для тех, кто не хочет переплачивать за масло, Вираж предлагает. Зиковское полностью синтетическое моторное масло по уникальной цене. 987 рублей за литр. В смысле, за 4 литра. Что-то я прогнал маленько. Да, это потому что я удивился. Дело в том, что Зиковское масло я для себя открыл, ну, вон, лет 15 назад, когда свою первую иномарку начал заливать нормальными маслами. Но, вы знаете, возможно, да, цены поднимутся, возможно, и нет. И, в общем-то, если судить о нашей телевизионной рекламе и о нашем производстве, можно сказать, что даже если случится девальвация, ничего страшного не произойдет. Это в то время все было сделано там, за бугром. А сейчас, пожалуйста, моторные масла ГЭнерджи. Полностью синтетические. Есть и другие от Роснефти. То есть, если наше масло рекламирует приглашенная звезда, ну, такого большого уровня, который знает толк в автомобилях, то можно себе заливать и то, что сделано в России. Да потому что критической разницы в маслах и не существует. Просто существуют просто масла и масла с дивными присадками. Какой самый простой путь деньги сэкономить? Это начать скулить. Говорить, что кризис, кризис, кризис. Я вам сейчас скажу, скулижники. Вы на улице посмотрите. В город пригнали два GTR. Паршов пригнали. 911 Turbo. Мотоциклов море. То есть, люди не экономят на роскоши. Потому что, владея такими машинами, вы попадаете на транспортный налог. А он даже на мотоцикл. Ой-ой-ой, какой. То есть, нету кризиса. Есть бред. Есть состояние паники, вдуваемое вам средствами массовой информации. Я вам говорю, все нормально. Ну, а те, кто не считают деньги, предпочитают своих двухколесных железных коней заправлять качественными маслами, приезжайте, пожалуйста, в Вираж. Полная линейка всего, для всего. И для квадриков, и для скутеров, и, наверное, для самолетов. Вот, матьюля. Компании, основанной в 1853 году. Таким небезызвестным человеком, как Рокфеллер. Но если надо будет, то потом поподробнее. А сейчас поподробнее о моем личном жизненном опыте. В каждом доме быть должна соковыжималка. Наверное, да. То, что соковыжималка, это еще и очень хороший способ сэкономить деньги. Не купив ЮПИ наполнитель и воду. А вот так соки-то наши и делаются. После недавнего эксперимента с автослесарями, я пришел к выводу, что вовремя купленное оборудование, в смысле инструменты, это тоже панацея. И возможность сделать все своими руками. Тем более сложного ничего нет. Мне тут рассказывают сказки, что иномарки это очень-очень сложно. Я говорю, так, вот отсюда поподробнее. Если проще, то, пожалуйста, из зала выйдите, потому что я лично свои машины ремонтирую. То есть иномарки, они, по сути, более технологичны, чем отечественные автомобили. Надо просто иметь инструмент. И чем лучше инструмент, тем дольше он служит. И тем больше он экономит вам средства. В общем, как бы смысл передачи-то не реклама. Просто есть вещи очевидные, которые могут делать своими руками и мужчины, и женщины. Ну, вы же должны просто знать правду. Так вот, правду ради я вам скажу, что на все автомобили рекомендуем изначально ставить чехлы. Так же, как оплетки лучше поставить даже на все виды кожаных рулей. Почему? Потому что нормальные автомобили с нормальной кожей, которая могла служить очень долго, закончились в 1998 году. Да и S-класс-то, извините, тоже там так себе. Я уж не говорю про новые автомобили. Представляете, был у меня Санг-Янг, прослужил год. И через 30 тысяч километров пробега, все год. У меня новый кожаный руль полинял, продырявился. Это что за машина такая? То есть оплёточка, чехольчик на сиденье и даже на кожаные. И тот самый лучший способ деньги вам сэкономить, пока электромобили еще не появились. То есть из своего багажника вы хлам выкидываете, выкидываете, ставите баллон, да побольше. Ездите на газу. В результате ваша экономия в три раза по отношению к бензину. Ну и что делать с запаской? Так вот, в 90% случаев пробитое колесо можно накачать и доехать до шиномонтажа. Если у вас есть чивный компрессор. Естественно, какой компрессор выбрать? Можно и что подешевле, от 250 рублей, ну и что подороже. Только вот то, что подороже, выглядит как автомат Калашникова. Да я думаю, прослужит столько же. То есть с тупостью блондинки на спущенное колесо смотреть не надо. А просто достаточно его подкачать. И очень жаль, что некоторое количество сюжетов, снятых, к примеру, регистраторами, в аккурат про блондинок. И некоторые из них, как ни странно, мужики. Меня попросили. Не могу отказать, потому что, знаете, монстры иногда спрыгивают. Остаются такие вот небольшие магазинчики, которые имеют право на существование. Потому что они также работают. Ну да, у них не ассортимент там, не тысячи квадратных метров. До этого и не надо. Надо иметь те вещи, которые востребованы. К примеру, сейчас востребованы очень сильно, подсвященные тебе, видеорегистраторы. Хорошее дело, кстати, знаете, сколько там вещей таких, которые необходимо показывать тем девушкам, которые покупают себе права. Потому что, ну, не надо. Иначе просто жуть становится. С другой стороны, любой развлекательный сайт, если и ваша девушка все-таки хочет, то то, что снято вот такой штучкой, там есть. Там много чего интересного. Теперь про то, что вы опять же должны знать. В целях экономии ваших личных средств. Любой компьютерный лоток, ну, там, где продают или покупают, телефоны, там, сим-карты, имеют в продаже вот такие устройства. С ночным видеом, там, с подсветкой фракрасной. Стоят они, там, две с половиной тысячи рублей. Реально это они стоят. Тысяча двести рублей здесь в Ираже. Ну, а если вы что-то хотите дорогое, то, опять же, смысла переплачивать нет. Вот я себе нашел отличный видеорегистратор за четыре с половиной тысячи рублей. Full HD, там, все пироги, 12 мегапикселей. Кстати, полностью он может заменить видеокамеру. Только вот есть такая штучка-примочка полезная. Вот, видите, это объектив, который вращается. Вы поставили эту штучку. Мы проехали зебру, и там не было пешеходов. И тут к вам подходит товарищ полицейский. Ну, про магнитогорских полицейских я ничего такого не скажу. Вот в Ашкирию, допустим, если приехали, там это частенько бывает. Вы, естественно, можете повернуть и поговорить с представителем закона. О том, что вы в действительности нарушали. И нарушали ли ли. Потому что так часто случается, что за разметочку, которую вы, казалось бы, пересекли, отслюняете пять тысяч рублей. Или права у вас заберут на полгода. То есть видеорегистратор для того, кто ездит по трассе, это просто необходимая вещь. А если там еще есть GPS-навигатор, он вам еще и скорость укажет ваше перемещение на текущий момент. А если там есть еще и радар-дитектор, есть такие вещи. Представляете, это три удовольствия в одном. То такую штуку вам просто необходимо взять в поездку. Допустим, если вы захотели в Турции прокатиться на автомобильчике. Потому что, ну, это гораздо дешевле посмотреть места интересные. При этом не попасть на радар. Потому что, если что, это же видеокамера с видеорегистратором. То есть экономим реально денежки и уже теперь валюты. Итак, куда за всем этим? Вокзальная 3, дробь 9. Естественно.